Дорогие друзья, сейчас неожиданное включение, прям вот включение в вас, да, не собирался в вас включаться, но просто хочу предотвратить несчастье. В чем дело? Один подписчик дописался мне до того, ну, писал замечательно про возвышенные вещи, про старый кинематограф, про Короля Лиры, Шекспира, все это, вот, что я решил разобраться в его проблемах. И сразу выяснились, какие проблемы. Не буду вас грузить тем, чем он меня сейчас грузил. Смысл в том, значит, смотрите, ребята, эти проблемы вы отмотаете. Первое. Вводить на мои лекции своих молодых девушек жен бессмысленно, я имею в виду с целью их доведения до разума, там, улучшения, это не улучшаемо. Это первое. Как и наоборот. Вообще то, что плохое, оно не улучшается. Первое. Второе. Не прописывайте, если вы уже сделали глупость, да, не прописывайте ничего у себя. Не берите из другого класса, особенно с каких-нибудь, вот, как в этом случае, с одного полуострова, это вообще надо быть шаракнутым больше, чем наш режим, понимаешь? Наш режим взял весь полуостров, где мы все не знаем, что делать, да, а он, вот, кто сейчас держит телефон, да, он взял только массюсенькую часть и уже готов биться, это, да, значит, биться о стенку. Не берите. Лучше вообще ниоткуда, но оттуда точно не надо. Значит, да, но если вы уже взяли, пельмешку необязательно прописывайте. Не прописывайте ее, дождитесь развода. Дождитесь, пока вы друг друга, да, ты не смейся, ты не трясись руками, тебе уже, что ты смеешься? Это ты, это же ты все, с тобой все произошло, ты натворил, ты смеешься. Есть оправдание маленького молодого человека, что он начал смотреть мои ролики, а после того, как совершил ошибки, да, и уже в процессе пытался как-то все изменить и улучшить, и полуостров в микроскопическом, так сказать, виде улучшить. Особо мне понравилась сейчас история, как он возил, значит, не только, ладно, на мои лекции, он это возил в Петербург смотреть на красоты Петербурга, на архитектуру, как он сейчас описывал. Вы знаете, конечно, можно, не трясись руками, это не, это же, трясись надо было раньше, значит, это, конечно, можно повезти по Невскому проспекту, под руку или под ободок, можно, это, кстати, прям, на это можно фату надеть, на это можно все, что можно, главное не прописывать. Вот, ну и сначала смотрите мои ролики, потом занимайтесь личной жизнью и творчеством. Потому что сначала портите себе жизнь в личной жизни, заниматься инсталляциями, современным искусством, то есть делать, производить дрянь, потом узнавать про эстетику, это бессмысленно, вы теряете время. Вот, но в целом, хочу, я это, моя интенция, мое намерение, вот в этом замечательном вечере, это остановить, может быть, кто-то сейчас где-то, кое-где у нас порой, честно, жить не хочет, да, где-то кто-то вот сейчас на грани или на пути, или вот буквально вот-вот-вот, не совершайте этого, не делайте, остановитесь, посмотрите сначала все мои ролики, особенно не только там, где про дебильную политику, а про что-то серьезное, про эстетику, про личную жизнь. Я и об этом рассуждаю, потому что если вы себе испортите личную жизнь, потом уже не важно, кто там будет, Леша или Володя, это имеет никакого значения. Поверьте, с хорошей личной, с правильной личной жизнью не имеет никакого значения, кто мучается в феодальном замке, и кто там смотрит на этих, знаешь, с утра приходит, ну да, ну как, будем улучшать жизнь народа, почему вы не улучшаете жизнь народа, я же приказал, знаешь, как замечательно, у меня были указы, приказы, и вы где, а там затопило, там загорело, я не знаю, мне вот говорят, там, иди в царик президенты, а что же я получу, здесь половина страны сгорела, половина утопла, конечно, может быть, там, обгоревшую горностаевую мантию мы подрежем, как-то, что-то там, в Елисеевском купим остатки шампанского, Шатилову проведет это все мероприятие на высоком уровне, ну а дальше что с этим делать, я не знаю. Короче говоря, пока я в процессе всего, и вот молодой человек дошел, он долго дописал, да, и теперь все это на меня выплеснул, я офигенность узнал, какое счастье, что я живу вот не так, он еще описывал ее кошек, она привезла от этого своих кошек, и он гениально сформулировал, что их было две, и еще три, она, три было кошки, включая привезенную, значит, вот это самое, вот это дело. И замечательно сказал, что он заметил, что она, что не нравилось, что она неопрятная, ну а так это же надо заранее, до того, как ты ее вводишь в квартиру. Это до делается. Потом он услышал мой ролик, где я говорил, это был ролик, ну ролик уже 4 года, всегда смотрите на родителей, потому что она или он, жених, неверса, они будут как родители в большой, так сказать, мере. Вот потом услышал, потом посмотрел, а там оказалось все прекрасно, в кавычках. Поэтому, и запомните, не верьте ничего, ничто не улучшаемо, ничто нельзя улучшить, если это уже, как сказать, физиологически обусловлено, так сказать, нехорошо, и наоборот хорошо. Если есть основа хорошая, это можно развить, но не улучшить. Поэтому, ну не буду долго сейчас, да, разводить эту теорию, просто моя интенсия была, я хотел записать секунд 30, я просто все это услышал, и всех прошу, вот где вы, стой, вот сейчас где-то вы стоите, сидите, стойте, ничего не предпринимайте, никуда не идите. Вам она, он пишет, не отвечайте, даже если договорились. Если вы завтра хотите идти в ЗАГС, ну, в конце концов, пешком в Финский залив, через Финский залив, куда-то без паспорта, ну, все что угодно. Лучше там в тюрьме, чем здесь, ну, уже там без паспорта. Главное быстро, не пытайтесь спасти вещи. За вас, за, как, за свободу, за прекрасную, и, кстати, не верьте тем, кто обещает вам хоть прекрасную Россию будущего. Светлое будущее, большевистская мразь обещала этому местной живности много десятилетий. И что вы получили? Вот я учу, как жить прекрасно сейчас. А те, кто обещает вам прекрасную Россию будущего, вас, как она... Уж если сидим, уж если подписчик рядом, В общем, продолжаю заметки о жизни. Я вчера отправился погулять в XVIII век в... Ну, посмотрите, на усадьбу в стиле псевдоготики, неоготики, в Царицыно. Доложу я вам, это зрелище было не для слабонервных. Дело в том, что вчера была суббота. И в субботу вот вся зоология, ходячая зоология, обеспеченная паспортом, лишенная каких бы то ни было гражданских прав, и в то же время могущее всё, она гуляла. Знаете, что я понял? Я вот под эту музыку, этот Шопен, этот Шопен... Я понял, что вот норма... Считается, что норма – это отклонение какое... То есть не норма, это отклонение от чего-то, вот такой античной статуи, а болезни – это отклонение... Оказывается, наоборот. Норма – вот это уродство и отклонение. Ну, если этого 99%, значит, это норма, простите. Иду я, вот весь такой, как я весь, и смотрю на эти... Здесь я должен выломать бы эту замечательную лепнину по золоту, потому что... Ну, здесь я могу, я тоже, колонна мешает, да? Значит, вот перед колонной так идёт, здесь нужно ещё по локоть сломать здесь, да? Идёт. Да. А рост при этом, значит, чтобы вам не соврать... Она вот так вот. Вот такой рост. Здесь вот так. Абсолютно неизвестной этнологии. Я всегда повторяю, у меня была пятёрка по этнологии в МГУ. Просто пятёрка. Но такой я никогда не видел. Понимаете? Смешанное что-то с чем-то ещё более неизвестным. Вот это идёт такое. Потом, наоборот, идёт такое. Что касается скелетов. Видно, ну, там, видно под мясом скелеты. Бывает, что бедренные, они вот прямо как это... Как они инженерно там всё делают, тоже непонятно. А бывает, наоборот, вот как я сказал, всё это состоит из свинины, простите, и тоже совершенно непонятно, чисто инженерно, как оно размножается. Как... И вот это всё непонятно. И при этом это всё есть, ходит, говорит слово, за которое я бы просто стрелял, значит, слово «фо-цца». Не фотографироваться, а фоткаться. Дальше, москвичей нет, просто как класса. Потому что этот чудовищный говор, эти два ударения в слове, всё растянутся. Вместо «а» иногда «ы». Это как это возможно, я не понимаю. Всё это, чем хуже, чем уродливее, тем идёт рядом больше этого молодняка зоологии. Они плодятся просто... Я, кстати, не думаю, что это 9 месяцев, и даже не 7. Я думаю, что это где-то за 2-3 недели они уже, так сказать, выскакивают всё это дело. И вот это, понимаете? Дальше. Царицыно. Я обращаюсь к вам, товарищи из Царицыно, там у дирекции, здесь я, может, я помню, директор дама. Ребята, ну на всё, я понимаю, что район не самый эстетский. Понимаю, что далеко. Но на всё, вот на всё это огромное, замечательное территорие. Сделайте одно кафе для людей. Понимаете? Одно приличное кафе, где не будет вонять, не скажу здесь, простите, чем, где, может быть, по ценнику не будут приходить вот это зоология, но одно маленькое, ну резервуацию, ну гетто, сделайте для людей маленькое, понимаете? Ну на 5 столов. Там есть, есть возможность это сделать. Там 5 столов точно будет такая клиентура. Пусть будет в 10 раз дороже, так сказать, чек. Это там кофе, но чтобы было куда человеку сесть. Потому что мы, я искали, сели, и помимо того, что я мог заказать, только дали меню, меню, сама эта штука, она не засаленная. Это официально засаленная, это засаленная, это трясётся. Что там, название, вообще какой-то наркоман придумал в этом, вот то, чудовищно. И я, конечно, мог заказать только у них там, под этот вот, минуэт, я у них там только мог заказать, наверное, что, знаете, пистолеты, патроны по количеству посетителей. Но, тем не менее, в чём ужас? Изумительные пейзажи, изумительные, так сказать, вот эти ведуты, потому что там холмы, там перепады, перепады, так сказать, ландшафта, и просматривается от парка к пруду и наоборот. И эти крыши главного дворца, всё замечательно. Но, вот вы здесь сидите, это там, через какое-то пространство, а между вами вот эта зоология ходит. И самое страшное, когда ходит близко, когда вот эта свинина, эта свинина ходит. Значит, со свининой надо что-то делать. Кроме как вернуть крепостное право, у меня других соображений и каких-то, так сказать, ты не смеешься, не трясись, ты сиди работай. Значит, нет. Поэтому только крепостное право, конечно. То есть, когда уже бы сделали крепостное право, я бы сидел, думал, как бы, как бы улучшить, вот они там, пасутся, крестьяне, как улучшить бы их Пасху. значит, как улучшить это все, объединить, так сказать. Но Маркс провалился, потому что Маркс, этот немецкий, еврейский идиот, считал, что если дать быдлу время, досуг, оно будет читать Тючеву Стургеневу, ничего подобного, не будет оно читать Тючеву Стургеневу. Не будет. Ни генетически, никак не будет. Оно будет смотреть сериалы и песен, довольно-таки частушек, которые уже были, пока они были крепостными. Это не меняется. Они могут только испортить пейзаж, вот аристократический пейзаж, они могут испортить. А воспринять эту культуру нет. Исключение, да, ну так они и тогда прорывались. Ломоноский тогда пришел, Жемчугова и тогда трахнулась со своим хозяином и стала Жемчуговым, понимаете, получила всю и дома, и не только, и все, что угодно получила. А эти замечательные художники 19 века выкуплены любителями, так сказать, молодых людей выкупы и все равно выкупили. Они все равно стали художниками. Все образовывались сначала в Петербурге, потом в Италии и все равно остановились. Я не буду называть имена этих выдающихся художников. Я даже не буду называть имя одного единственного, более-менее известного украинского писателя и художника, которого тоже любители и он тоже, потому что там сейчас будет второй, третий Майдан, если я скажу. Вот. То есть все же было, и все равно прорывались. Кто мог, кому надо. Но кому не надо, тому и не надо. То есть, конечно, хорошо было бы мечтать, идеалистичь, что всем, но вот это вот, оно всем не может быть. Всем не может быть, поэтому я покупаю гравюры, потому что на гравюрах и на пейзажах 18 века, на холст-масло, да, там этого нет. Там, вообще, поймите, эти все усадьбы, Кускова, Кузьминки, Архангельская и так далее, это же все должно использоваться по назначению, туда нельзя пускать просто всех, как там и в Лувере, и в Версаль. Это то же самое, что в какой-то изумительной там люксовой машине солить огурцы. Она, солить огурцы нужно и можно, но в бочке. Это просто неверное использование предмета. И ведь неважно, где вот этому быдлу, вот этой свиньи неходячей, им неважно, где вот так же ходить в субботу и воскресенье. Абсолютно неважно. Потому что они все равно не понимают, что, где они ходят. Они не могут наслаждаться этим пейзажем. Они и наслаждаются. Они смотрят под ноги. Они смотрят в телефоны. То, о чем они говорят, то, что я пока сижу в кафе, я вынужден это слушать, это чудовищно. Это такое быдлячество. Потому что они приходят, простите, они все с немытыми волосами, с непрокрашенными волосами. И потом смотришь, понимаешь по семейной ситуации, что ей, допустим, 35, а выглядит она на 68. Ну, по всем, так сказать. И то на 68 в плохом смысле, а 68 в каком-то там, знаете, если 68 так выглядит, что здесь никогда так не выглядит. Поэтому, ну, я начал с того, что, а, царицына, не только царицына, а архангельская, ребята, сделайте какие-то, я не знаю, резервуации для приличных людей по записи, по блату, там, я не знаю, как при СССР, когда вы из Елисеевского выносили через директора и так далее. В 10 раз дороже человек, все что угодно. Но, вот, лужайку, где не будет быдло, а где будут все прилично одеты, и приличные фигуры, приличные лица, и разговоры, лужайка, маленькая, рядом, на лужайке, маленькое кафе на 5-6 столов с огромным чеком. И все. И вот это, и так можно и дальше, пусть там свинина, сколько там, пожалуйста, и равноправие коров, как писал Повер. Ну, что-то-то надо оставить людям, ну, хоть что-нибудь. Как и в Париже, и вообще, а в Европе, другой там оккупировали, пришлые варбары. Пожалуйста, оставьте какой-то маленький сегмент Парижа, Лондона, ну, Париж, там 16 арендисманов, где стараются не продавать, не сдавать квартиры дикарям. Но тоже, ну, дайте улицу, где ты идешь, и там французы, а не это, людоеды настоящие, просто людоеды, сейчас же я не буду, ну, пойди, в каком-нибудь речи, это людоеды в прямом смысле слова. Либо террористы, у которых религия, сами знаете, какая религия, либо людоеды, которые просто, ну, вот, ну, ну, человек родился людоедом, это же не его вина, да, ну, просто он должен жить там, где живут людоеды, там людоедия. Это, так было веками. Вот, когда эта музыка написана, это было правильное время, правильно, а сейчас, вот, обратите внимание, здесь, ставят именно эту музыку, потому что сейчас не могут написать музыку по причине того, что нет контекста приличного, потому что вы не можете наслаждаться природой, ходят свинины, либо дикари. Вы постоянно смотрите на уродство, и поэтому не можете воспроизвести себя красоту. Это давайте за одну лужайку, одно кафе, один район Парижа, один район Парижа, хотя бы что-то одно. Приятного вечера. Договорили с подписчиком до Тарковского, ну, естественно, Тарковский, потому что подписчик, к сожалению, интеллигент. без Тарковского вечер пройти не мог. Я понимал, что к этому идет. Это было печально, как две копейки, но тем не менее, что интеллигент не может без Тарковского. Это нет, Тарковский, это все хорошо, это он очень был талантливый человек, мучился, других мучил, всех мучил, очень талантливый был человек. Ну, вы понимаете, и вот он меня спросил, что я думаю о Тарковском. И таких вопросов очень много приходит на канал, и мои помощники их мне передают, честно передают, они ничего от меня не скрывают, как от Сталина перед смертью, что пятилетки не исполняются достаточно. По поводу Тарковского, оригинальный, талантливый, эрудированный, с характером, с чудовищным характером, а вот хуже, чем у Тарковского, характер только у меня и у Вишневской. То есть Тарковский еще хуже у Вишневских характер и, значит, еще хуже у меня характер. Но Вишневский мой, конечно, идеал, вот Галина Павловна, но не важно. Так вот Тарковский невозможно перенасыщен цитатами из Библии просто через край это вываливается, это разбухает эти цитаты из Библии, которые набили оскомину. Потом достаточно однотипная стилистика, его стилистика замечательная, снимать вечно, знаете, небо через лужу, ну, хорошо, ну, оригинально, да, но можно там на пятый раз снять небо и вот просто так, как бы скучно, примитивно, просто небо. Но самое тяжкое для меня это, когда из меня режиссер пытается коленом выбить метафизику или вбить, я не знаю, то есть вот просто коленом выбить восторг, признание и то, что он глубокий режиссер, вот коленом, да. Поэтому, когда вот в одной сцене Тарковского, я помню, идет в театре Левсовета Янковский, Янковский. Какая легкость. Вот у Тарковского этого не было, потому что, а нужно, может, тяжело и легко надо, чтобы была амплитуда. Так вот, идет Янковский со свечами, у меня свеча, водоем, все такое пасмурное, ну, это метафизика, в общем, метафизику быть нельзя, когда много света и все красиво, все хорошо, почему-то считается, что нельзя. Это болезнь русской культуры, это достоевщина. И вот задача режиссерская перед Янковским через этот водоем, через эту пасмурность пройти со свечкой вокруг всякий ветер, ну, естественно, ты будешь дуть на площадке, уже будет ветер. Важни, чтобы она не потухла, она тухнет, он еще раз идет. Я понимаю, я уже сразу понял, что он должен от его задачи дойти. Уже все ясно. Зачем мне дальше это все смотреть, мне уже понятно заранее. Я хочу знать, что мне непонятно. Нет, он идет, и это нарочитая метафизика. Я вижу просто одно колено, второе колено, третье колено режиссера, который из меня выбивает, просто вбивает духовность такой силы. я уже, товарищи, он идет 30 секунд, 40 секунд, минуту идет со свечкой, дайте ему премию, дайте ему Оскара, Сезара, дайте ему что там, берлинского медведя, козла, все что угодно, дайте все кинопремии, только пусть он уже дойдет. Мне понятно, да, все, я уже почувствовал, это очень высоко, это глубоко, ну как, не знаю, у кого это бывает, это глубоко, но уже понятно, ну я понял, вот эта нарочитость и отсутствие амплитуды, когда вот без, здесь там веселая, здесь глубокая, все, а вот это вот постоянное колено, 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 и по-моему, даже на рублевую, когда, по-моему, корову там сожгли, даже ради чего-то, ради съемок сожгли корову, да, по-моему, так, хотя, пока один кинокритик опровергал, что нет, на самом деле не совсем, не полностью сожгли, вот, искусство, советское искусство Тарковского антисоветчика требует жертв, выдающийся, выдающийся, оригинальный, оригинальный, смотреть, ну вот я посмотрел для информации, для культурного уровня, но наслаждения нет, потому что наслаждение это наслаждение, это вот что я думаю о Тарковском, это просто мы сидим с подписчиком, который, как говорил, дописался, заслужил встречу, вот я отвечаю на вопросы, которые уже не могу отвечать. о Продолжение следует...